Задумались о вмешательстве головного мозга в работу где-то сосудистой нервной системы, когда происходит этот сбой? И вот этот головной мозг начинает подбирать негативные образы страхи. Отвратительные слова команды. У меня всё не получится, я сейчас умру и так далее. И вот это вмешательство сбивает ритм работы вегетативной нервной системы. Мы будем с вами работать над вашим внутренним миром, научимся создавать позитивные образы, говорить во внутренней речи конструктивные верные слова. Для этого у меня есть целый большой фильм из восьми роликов. И там примерно пятый, шестой, седьмой ролик направлены на это. Вы можете их купить там по пятьсот рублей каждый ролик. Но здесь мы говорим о головокружении. В головокружении тоже важно, когда мозг подкидывает нам отвратительные слова команды или какие-то негативные образы. И в этом ролике мы потренируемся психологически, чтобы избавляться от этих ненужных команд, которые вмешиваются в хорошую структурную работу вегетативной нервной системы. Потому что вегетативная нервная система представлена двумя отделами – симпатическим и парасимпатическим. Пара – это рядом. В ряде случаев одну и ту же функцию какого-то органа влияет симпатическая нервная система. Она усиливает работу этого органа. А парасимпатическая система угнетает. Ну а в отношении других функций или других органов может быть все это наоборот. Ну например, я приведу вам пример, не будем рассказывать всю эту медицину. Ну например так. Симпатическая нервная система увеличивает частоту сердечных сокращений. Чаще всего в панических атаках это происходит. Ускоряет тогда обмен веществ и ослабляет перистальтику желудка и кишечника. Вот там вызывается сокращение кровеносных сосудов. Они уже становятся. И там замедляется кровоток. И тогда может быть даже появляются некоторые боли в желудке, в животе. А парасимпатическая нервная система действует наоборот. Она стимулирует пищеварение, кровообращение в коже, но замедляет сердечный ритм и обмен веществ. Вот иногда парасимпатическая нервная система привносит нам, как говорят, медвежью болезнь. Ну о панических атаках мы говорим в другом месте и сейчас не к месту. И вот опять же этот сбой, о котором мы сейчас говорим. В сбой в этой ритмичной работе, работе вегетативной нервной системы в совокупности с сосудами. И это разрушает качество нашей жизни и вызывает вот эту симптоматику панических атак или беспокойства или головокружения. И это последствия нарушения взаимодействия частей вегетососудистой системы и нервной системы. Вот нарушение, получается у вас самочувствие, но часто бывает так, что и происходит развитие тяжелых психосоматических заболеваний. Отсюда бессонница, головная боль, боли в желудке, внутреннее беспокойство, трему, напряжение, ощущение давления на сердце, даже обмороки бывают. И вот эти симптомы указывают на дисбаланс, как наши врачи говорят, дистонию, вегетативную дистонию, разрушение взаимосвязи вегетативной нервной системы и работы сосудов. Выходит, что вот эти вегетативные эффекты, которые вызывают в теле симптомы, они как бы передаются через изменение сосудистого тонуса, вот кровообращение в целом. Куда-то они поступают больше крови, куда-то меньше, учащается пульс. И вот это очень важно понимать. А раз вы это понимаете, что сосуды влияют на эту симптоматику и головокружение в целом, надо тренировать тонус сосудов. И мы этим будем заниматься. Я вас убедил в том, что тонус сосудов нужно тренировать. И тренировать вот те узлы нервных расчленений, которые дают вот этот эффект зажатости. Вот, например, здесь есть узел такой нервный, вот не под ложечкой, а выше. Я нажимаю на него, аж больно. А помните, когда вы на кончик носа нажмете, у вас аж слезы идут. Вот в этих местах и соединяются вот эти нервные узлы. И в них тоже происходят зажимы. Значит, нужно тренировать тонус сосудов, снимать напряжение и зажимы вот с этих нервных узлов. Их больше, я просто два показал. Так давайте-ка и будем этим заниматься. И будем тренироваться.